хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя дмитрий дмитрий это имя дмитрий владимирович какой год рождения 92 откуда сам родом членск рф федерации челябинск самого челябинска да с области поселок город город какой трех горный трех горный трех горный да семья дочь мать сколько для дочери 8 жена разводе разводе да какие войска 90 мизия 6 танковый полк танкист да нет кто стрелок обычный стрелок пехота звание рядовой контрактник когда подписал контракт 9 сентября этого года это уже поздно да сколько обещали на контракте говорили от курса доллара зависит то есть в районе от 150 до 200 а до этого чем занимался от контракта в своем городе работал в ритуальных услугах в ритуальных услугах кем рабочий ритуальных услуг какая зарплата была 30 30 штук да но это много это 5-6 раз больше до обещали в украину когда зашел 13 сентября какое направление мы то есть по темпам ехали село ямпаловка может ямпель ямпаловка ямпаловка да а в плен когда попал в плен попал меньше чем две недели 26 сентября какие обстоятельства на коротко очень нас стали обстреливать с недельку нас обстреливали минометами тут поступила нежданная команда собираемся уезжаем собрались поехали с нашим командованием то есть попали сначала завязался бой оказались свои забрали трех у выживших на наше бмп пошла первая то есть у нас был командир взвода он нас увез в кольцо там взялся первым по нам начался обстрел меня еще одного сослуживца скинул с бмп все мы остались одним бмп дальше уехала там ее взорвали меня на следующий день мы с товарищем взяли в плен его за трехсотили нас взяли вот город откуда ты родом он большой нет сколько населения тысяч 100 небольшой такой городишко какое-то образование у тебя есть среднем специально специальность какая сварщик сварщик до тяжело работа найти городе затруднительно в принципе найти-то не тяжело но хорошо плачем и затруднительно а вот то что подписал контракт стимулом были деньги нет скорее всего наша пропаганда российская когда захотел что думал вот как бы ну если стиму я честно тебе скажу я не верю частично для тебя стимулом были деньги да где 3 30к а где 150 200 да тут немножечко по-другому ситуация была я шел конкретно на контракт на полноценный контракт в российскую армию то есть свою часть меня не взяли причин объяснять естественно меня не взяли это я шел где-то январь-февраль летом мне поступил звонок уже с областного военкомата то есть вы устраивались на контракт я сказал да устраивался но меня не взяли можешь приехать в областной военкомат для тебя есть вакансии хорошо я приехал военкомат в челябинске там не сказали есть на вакансии то есть разгружать сопровождать гуманитарные грузы то есть часть находится на границе россии и украины ты будешь заниматься гуманитаркой согласен это да согласен почему нет отношения к войне я имею часть находится на территории российской федерации я хорошо но сопровождать тут тут ты будешь то есть на украину ладно все когда уже пошел медкомиссию все этот прошел нас привезли не действительно вывели из строя где-то шесть что ли человек отправили разгружать ил-76 с гуманитарным грузом там то есть была еда одежда вот это все все как только мы его разгрузили нас привезли в палашный лагерь в палашном лагере на следующий день нам дали калашникова кому-то дали магазины кому-то нет посадили в уралы когда уже вот эту арку россия украина мы заехали на украину и все там уже в пехоте сказали вот вот там там в какой-то задачи какие ставились задача обычно вот это вот это село стоит то есть дома где раньше жили мирные жители то есть жители какие-то в одном доме это был штаб вот нам надо было стоять тупо с автоматами рядом с этим домом и все и смотреть чтобы никто из лес там из лес полосы не улез но когда тебе сказали ехать в украину у тебя не было какого-то стрёма имеется ввиду когда вот мы пересекли вот эту арку ну да не было да хорошо тут вот ты сказал что у тебя как бы частично были деньги да но частично как бы идеология да ты сказал под российской пропагандой да вот что именно легко объясню потому что я уже и тут ну каждый день маска смотрим новости и сравним с нашими новостями вот все что показывают здесь марки там все что на территории вот эти уничтоженные плачьи люди то есть как по ним действительно прошлись так сказать как по живым ну можно сказать ну танком убитые ну горем вот и взять наши новости где люди которые здесь находятся говорят нам спасибо ждут нас освобождать непонятно от кого уже выясняется то что никто нас тут ни хрена и не ждал мы на хрен тут никому не нужны нас тут тупо ненавидит можно сказать и это понятно ну то есть вы немного подытожим где правда с какой стороны вот лично решили меня не знаю из-за чего этого но судя по людям и по их нему отношению к нам правда здесь потому что я не слышу тут от людей но то что слава богу вы пришли мы вас ждали такого нет то есть как бы россияне от оккупанты получается так получается так я не скажу я не знаю всех вот этих прибуд для чего мы здесь причем мы зашли но я знаю точно одно то что нам говорили нацисты бандерусы там убивают мирных жителей может это где-то там в другой стороне не где я ехал я этого не знаю но где был я этого не было и когда нас взяли в плен вот это на группа высу нормальные люди нормально с ним пообщались это обычные люди учитель труда строитель который тоже не хотели не хотели этого ничего не хотели сидеть в этих окопах выслеживать кого-то брать в плен они хотели также жить и работать продолжать так что вот так но не воюют за право и дело это их не территория защищать всю страну а много таких вот например что верят вот эту всю байду российская пропаганда вот вот у тебя там в городе у меня город маленький не скажу чтобы я вот так скажу я видел когда еще на территории были кого коротко срочные контракты у кого мы собрали я тогда уже задумался почему потому что собрали сброд реально сброд и есть конечно нормальные адекватные люди которые ну кто из-за чего допустим пошел кто допустим из-за пропаганды кто-то допустим там по семейным каким-то жизненным обстоятельствами за день пошел но я увидел контингент людей и помню то что это реально направляет тех кого не жалко то есть что кто входит контингент алкоголики там про наркоманов не будут говорить это но навряд ли уже в основном алкоголики низшие социальные слои так сказать заки нет еще тогда зэков я вот сейчас узнал тоже когда пошла мобилизация зэков тоже стали выбирать тогда нет их не было только потом еще узнал то что мне то есть дали прям пакет пакет документов которые должен собрать всю медкомиссию пройти я всю медкомиссию прошел от а до я а потом когда уже с людьми общался то есть отправка назначена на такое-то число люди вообще не проходил нахер нам не нужно я прошел там пару врачей мне заключение поставили здорово все то есть и шумоголовые то психиатр допустим устраиваясь на нормальную работу он бы его не прошел на выборы ходишь на выборы кого в россии своих допустим своего города хожу там президента депутатов дума один раз ходил за кого голосовал тогда были выборы партий залп это голосовал для нос чем нравится россия мне говорят что я нравился жирик учен да я даже скорее всего потому что он в своем народе кто он же фрик ну типа того наверное этим он в россии не нравится и то что они любят фриков они наверное любят жестко так четко сказано там слова а вот почему но ни разу не выбрали потому что все равно опасается боятся а может и хотели даже на выборах но все уже решено скорее всего жирика реально хотели выбрать ну как бы вот если смотреть на политику российскую это как бы ну типа жирик это сателлит единой россии путина вот и нужен такой дурачок он же всегда голосовал так как хотела единой россии ну да я очень далек в принципе от политики я туда вообще но не лезу не стараюсь что там понять выяснить что толку от этого вот ты говоришь там бандаровцы и так далее вот что ты знаешь украине что конкретно вообще вот любой какой-то факт может навести вот кто такие украинцы незалежная страна свой народ который добивался на незалежности независимости независимости до принципе они имеют права но как бы хотят чего-то естественно это другое но государство не имеющие никакого отношения к российской федерации я думаю то что отдельное государство естественно это мало там спрашиваю да вот вот эти вещи то ты говоришь ну потому что здесь на камеру как бы со мной ли ты так думаешь я в этом уверен а что тут дураком надо быть чтоб на думать по-другому это совершенно другая страна потому что находящиеся по соседству не просто но это свои законы свое право то есть украинцам что-то хочешь сказать а что могу сказать украинцам извиняться за наши наше правительство за это глупо единственное хочется пожелать что поскорее это все закончилось этот бред и сказать на то что что с этой стороны что стоит везде есть и хорошие люди и плохие не все в российской федерации орки какие-то там твари есть тоже также переживающие за них также есть плохие которые параллельно но конца почему-то видит большинство плохих русских которые приходят сюда это тоже факт это факт да я с этим согласен а потому что в принципе я их можно понять есть ты пришел но сюда у тебя автомат в руках ты же никому не докажешь на то что у тебя автоматом просто в руках то что даже и не собираешься с него стрелять ты этого никому не закажешь у тебя автомат в руках ты враг где хорошие русские о которых ты говоришь вот те которые бы выступили в россии сказали остановитесь не выступят они могут также общаться там в интернете даже с украинцами а такого что соберется столпотворение какой-нибудь массовая прям что тысячи людей я сомневаюсь что такое будет плохо не все заканчивается россия эта диктатура какой степени да я слышал что-то то что жгут военкоматы или что но я сомневаюсь на то что это вот прям именно может где-нибудь дагестан там может там там народ может стать позвольте такое россияне это рабы рабы не сказал бы почему не могут стать потому что мы каждый скорее всего опасается за себя понимать ну то что ему допустим и семью кормить там а в тюрьму ну давай стереотеризируем да вот например вот группировка была 150 тысяч да вот и говорит что если хорошие россияне да и ты понимаешь что ты говоришь что если среди солдат просто прикинем да вот например вот около границ начале войны было сто пятьдесят тысяч группировка сосредоточены если пятьдесят тысяч быстро на меня понимаешь эти так скажу не не знаю сколько в числах не знаю но я знаю то что очень много на народу даже в первые дни вот допустим как один снарядик упал очень много народу написал сразу на отказ и уехали домой вторые уже кто попытались а мы уже сказали что сказали нет они попытались сами уйти то есть сами пошли в принципе много таких уже здесь кто сами пошли потому что куда идти неизвестно в каком направлении тоже идти далеко хочешь что-то сказать россияна да хочу и конкретно даже ну хочу сказать вот кому не на бароне сидит здесь человек уже десятый месяц десятый месяц галкин сергей все те с кем он служил с кем он попал все давно уже дома вы смотрите ну вообще хоть немного вытащите человека хочу еще сказать передать привет так сказать чебаркульскому полку шестому но станковых дивизий как так с вами человек заключил контракт бочкарев алексей а в списках части он не числится он никто а как он тут очутился кто он его жена или супруга добивается звонит нет у нас такого нет здесь он здесь он здесь тоже как вообще россиянам что-то хочет сказать как гражданин раз хочу да прежде с тем сделать какой-то шаг своей жизни здесь и все за против и соберите ему по максимуму информации за тот шаг на который вы собираетесь пойти стоит она того или нет если вы четко понимаете зачем вы идете идите если не понимаете и слушайте зомбоящик тогда лучше не стоит вообще не стоит никто не знает по крайней мере кто здесь находится с кем общался никто не знает для чего это все вообще нужно было ничего вообще-то это даже уже спецперации не назовешь это полноценная полномасштабная война гибнут мирные люди свина кого свина кого свина кого гибнут мирные люди украинцы украинцы гибнут украинцы гибнут и кто его убивает кто-то те кто на пальцы вот она по вооруженные силы